18% опрошенных казахстанцев допускают применение физического насилия в отношении женщин. Ужасающими цифрами поделились эксперты в аналитическом отчете общественное восприятие гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в Казахстане. Оказалось, что доля респондентов, допускающих побои жен и подруг, в Шенкенте в 5 раз больше, чем в Алматы, и почти в 6 раз, чем в Астане. А депутат Машилиса от партии Аманат Ажугла Сулейменова считает, на ситуацию должен повлиять новый закон по защите прав женщин и детей. Законопроект по защите прав женщин и детей охватывает 5 направлений. Первое – усиление ответственности за все виды насилия и правонарушения. 1 сентября 2023 года в своем послании народу глава государства дал поручение по криминализации бытового насилия. А что касается харассмента и сталкинга, то на сегодня готовятся отдельные законопроекты по ужесточению ответственности за такие действия. Из отчета также следует, что каждый третий казахстанец разделяет профессии на мужские и женские. Каждый четвертый считает, что условия при приеме на работу являются неравными. Каждый шестой, что за схожую работу работники получают большую зарплату, чем работницы. К слову, эксперты отметили, что женщинам во всем мире платят на 48% меньше, чем мужчинам. Порядка 80% мужчин в Казахстане, которые были участниками этого опроса и фокус-групп, они считают, что на сегодняшний день в Казахстане женщины, девушки, девочки наделены достаточными правами и свободами, и, соответственно, никаких дальнейших действий делать не нужно. Хотя мы с этим не согласны, поскольку все остальные данные показывают, что на сегодняшний день эта возможность все равно имеет ограничения.